Всем привет, друзья! Все мы привыкли в жизни, что за нас выполняют какие-то услуги за деньги, и наша жизнь стала настолько простой, что, имея деньги, за тебя будут делать всё, любые услуги. Обслуживать твой автомобиль тебе вообще вникать не придётся, что и как устроено в двигателе автомобиля, зачем там масло и какое масло заливать, зимой, летом. Однако минимальное знание про моторное масло всё же должно быть. Почему автомобильное масло бывает зимнее, летнее и всесезонное? Масло, оно всегда одинаковое, но именно загустители в масле и присадке и придают маслу тот эффект в зимнее время и летнее время, оно или гущее, или менее густое. Но на сегодня чаще всего, чтобы автомобилистам упростить жизнь, продают масла всесезонные. От количества в масле загустителей и присадок зависит густота масла, его вязкость. Чем меньше в масле загустительных присадок, тем меньше оно способно держать защитную плёнку на стенках цилиндров. Цифры 40 или 30, например, 5В30 или 5В40, это именно разница в вязкости масла. Масло 5В40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5В30, что способствует бесперебойной работе двигателя. Короче говоря, чем меньше цифра, тем жиже масло, чем больше цифра, тем густее масло, оно более густое. То есть масло 5В30 при 30 градусной температуре будет не такое густое, как масло 5В40 при 40 градусной температуре. Например, масло 0В, 5В, 10В, 15В, 20В, это первая цифра, значит зимнюю температуру, то есть 20В это минус 20 градусов мороза. И ещё есть вторая цифра, например, 20В40, то есть при жаре плюс 40 градусов. Или, например, 15В40, то есть минус 15 зимой и летом плюс 40. Это всесезонное масло 15В40. Зимой при минус 15 и летом до минус 40 градусов. Именно для таких температур создано данное масло. Масло 10В30 можно использовать при температуре окружающей среды от минус 20-25 градусов мороза до плюс 20-25 градусов жары. А вообще, если, грубо говоря, 10В30, то есть от минус 10 до плюс 30. Первые два символа 5В означают степень вязкости моторного масла при низкой температуре. В W или В значит winter, зима. Не секрет, что на вязкость масла влияет температура. Чем холоднее на улице, тем гуще масло. Из-за этого масляному насосу приходится работать тяжелее. Впрочем, как и всему двигателю. А В30 означает степень вязкости при высоких температурах. И если в автомобиль залить масло вместо 5В40 5В30, то масло будет слишком жидким и пленка не будет оставаться на деталях двигателя. Узлы двигателя не будут смазываться как нужно и будет сильный износ двигателя. А если наоборот, залить двигатель слишком густое масло, то масляному насосу будет очень тяжело прокачивать масло. Повысится нагрузка на масляный насос. Также будет повышаться общая температура двигателя. Будет гидравлическое сопротивление. Конечно, расход масла снизится. Но и появится масляное голодание. И также будет износ двигателя. Поэтому и производители под каждый двигатель рассчитывают свой тип масла. Есть специальные наклейки на двигателе. Масло, какой густоты заливать нужно в него. Масло должно быть и не слишком густое, потому что оно не будет успевать обволакивать шестеренки и поршни. И не слишком жидкое. 5В40 это слишком густое масло. Оно создает толстую пленку на деталях двигателя. Такое масло нужно заливать двигатель, который очень много выделяет тепла и сильно нагревается. А вот масло 5В30, оно не такое густое, и с таким маслом двигатель запускается зимой легче. Но опять же, в сильную жару такое масло становится слишком жидким. А для двигателя это плохо, потому что не создается достаточной масляной пленки на деталях. Просто-напросто теряются свойства масла. Поэтому масло подбирается еще и исходя из климата в стране. Масло бывает как синтетика, так и минеральное и полусинтетика. Синтетика это когда на коробке написано «фулли синтетик». То есть у этого масла синтетическая основа, которая создается с помощью химических соединений. Такое масло самое дорогое. Синтетическое масло можно сделать любой конфигурации. Поэтому такое масло обычно лучше защищает детали двигателя и дает лучшие моющие свойства. Также синтетика не сильно густеет при морозах и выдерживает большие перепады температур. Но бывает и минеральное масло. Минеральное масло написано «Минерал». Это масло, у которого минеральная основа, сделанная из нефти. Обработанной нефти. Такое масло намного дешевле синтетики. Минеральное масло намного хуже, выдерживает любые температуры. Оно густеет на морозе. Да и вообще минеральное масло по всем показателям намного хуже синтетического. Также минеральное масло оставляет шлаки в моторе, вскипает и быстро окисляется. Шлаки остаются при сильном перегреве мотора. А еще бывает полусинтетика. Семи-синтетик. Это серединка. То есть такое масло создано на минеральной основе. Но в нем много всяческих присадок, которые приближают такое масло по свойствам к синтетическому. И еще полусинтетика дешевле, чем синтетика. Кстати, например, в гидравлических тормозах велосипеда там чисто минеральное масло, то есть на нефтяной основе. И так как там в этих гидравлических тормозах велосипеда нет никаких вредных воздействий, высоких температур, поэтому там подходит идеальное минеральное масло. Масла бывают для бензиновых, дизельных моторов, старых бензиновых и турбодизелей современных. Если написано 15В40, значит зимой для минус 15 градусов, летом для плюс 40. А если масло только для летнего использования, то на банке будет написано просто В40 или В30. И чем меньше цифры, тем масло жиже, чем больше цифра, тем масло густее. Область применения масла классифицируется в основном по API – American Petroleum Institute. Обозначение API ставится две буквы, например, SJ или CF, первая из которых обозначает тип двигателя – С-бензиновый мотор, С-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый двигатель, с турбиной или без турбины. Если масло обозначено APSJ-CF, значит оно подходит и для бензиновых, и для дизельных моторов данной категории. Хотя, по сути, чтобы не сильно заморачиваться, все масла бывают густые, средние и жидкие. На сегодня химическая формула моторных масел стали более современные, как и технологии производства двигателей. Поэтому под старые двигатели не подойдут современные масла, и наоборот, старые масла не подойдут под новые двигатели. Имеется в виду старые химические формулы масел. Основная задача любого масла – это не допустить сухого трения деталей в двигателе, поршней, шатунов, а стенки цилиндров. А также еще, чтобы с помощью масла была максимальная герметичность цилиндров. Идеальное масло в этом плане сделать невозможно, чтобы оно всегда было нужной густоты и работало при всех температурах. Вязкость масла идеально подобрать невозможно. А ту температуру, что мы видим на приборной панели, это не температура двигателя, это температура охлаждающей жидкости, тассола. На самом деле, если температура показывается 90 градусов, то температура масла будет 140-150 градусов Цельсия. И температура масла постоянно меняется в зависимости от того, как быстро вы едете на автомобиле, как быстро работает ваш двигатель. Поэтому, исходя из этого, и под каждый двигатель нужно заливать свое масло, потому что двигатели же бывают разные – большие, маленькие, на 4 цилиндра, на 8, на 6. И, следовательно, выделение температуры у них разное, поэтому густоту нужно подобрать разную, под дизельный двигатель вообще свое масло. Поэтому нужная вязкость в масле – это самое важное в масле. Вязкость – это то, насколько долго масло будет оставаться на стенках всех трущихся деталей, но при этом оно еще должно быть и текучим. Но вязкость меняется и при высокой температуре. Масло должно быть таким, чтобы в зимнее время масляный насос смог прокачать его по системе смазки двигателя. И чтобы стартер смог провернуть маховик с таким густым маслом зимой. Ну вот вторая цифра – 15V30, например. 30 – это вязкость масла при высоких температурах. И вот чем густее масло на высоких температурах, тем лучше для двигателя. И именно высокотемпературное масло с хорошей густотой на высоких температурах используется на спортивных автомобилях. Но это не значит, что если вы в свою королу зальете такое спортивное масло, то ваш автомобиль лучше поедет. А будет даже наоборот, вы просто убьете свой двигатель и потеряется мощность двигателя. Потому что спортивное масло рассчитано именно для мощных моторов, спортивных, с большим тепловыделением. Поэтому нельзя ни в коем случае заливать масло, которое отличается от того, что указано производителем конкретного двигателя. Производитель этого двигателя учел все режимы работы, протестировал двигатель на стенде и подобрал нужное по густоте масло по вязкости. Например, если залить в слабый двигатель масло V50 высокотемпературное, то двигатель потеряет мощность и износится все трущиеся детали. А если залить масло V40, то такого не будет. Так какую же вязкость масло выбрать? Например, масло 5V50 или 0V30. Лучше вязкость масла выбрать с запасом или нет? Вязкость масла должна быть такая, которая указана на наклейке на вашем двигателе. И это не зависит от возраста двигателя, пробега и стиля вождения. Нужно требовать на СТО, чтобы вам заливали именно то масло по вязкости, которое указал производитель. Между поршнем и цилиндром имеется маленький зазор, чтобы поршень сделал 100 толчков в минуту. При этом, когда он нагреется, чтобы не заклинил двигатель и не разрушился поршень и цилиндр. Поэтому конструкторы делают зазор между поршнем и цилиндром именно такой, чтобы он соответствовал масляной пленке, масло на стенках. За счет вязкости масла, и тогда двигатель будет максимальной мощности. И чем больше масло нагревается, тем меньше становится его вязкость, и тем меньше остается на стенках цилиндра и поршня этой самой масляной пленки. Поэтому инженеры строят двигатели именно под рабочий диапазон температур, а это 100-150 градусов Цельсия. Когда мы прогреваем двигатель, он очень сильно нагревается, потому что большое сопротивление из-за слишком холодного и вязкого масла. Именно поэтому двигателю не рекомендуют давать нагрузку, если он еще не прогрет, и масло холодное. Поэтому и есть мнение, что в сильные морозы при каждом прогреве двигателя он теряет свой моторесурс примерно на 500 километров пробега. Поэтому и хорошо, когда машина стоит в гараже, двигатель у нее всегда теплый. Но все равно зазор между поршнем и цилиндром со временем увеличивается, и прогрев в морозы и сильная вязкость масла уже не так влияют на износ трущихся деталей. Но когда вы двигатель прогрели, масло нагрелось, у него появилась нужная вязкость, и стабилизирует температуру масла уже именно система охлаждения двигателя, тасол. И водяная рубашка двигателя. Система охлаждения поддерживает нужную вязкость масла, чтобы двигатель работал в нужном диапазоне температур. Поэтому вязкость масла еще и зависит от работы двигателя, а не просто так, вязкость и вязкость. Двигатель это очень точный механизм, и именно с учетом этой точности нужно заливать конкретное масло. Поэтому старые двигатели больше жрут бензина, потому что там большие зазоры между поршнем и цилиндром. Новые двигатели экономичнее. Однако все равно двигатели строятся усредненно, под какие-то типы вязкости масел. Диапазон температур 100-150 градусов Цельсия. И бывает такое, что на этикетке написано 5В40, но это два разных масла, разной густоты и вязкости. Потому что данная фирма масла рассчитана под разный рабочий диапазон рабочих температур. 90 градусов Цельсия, 120, 145, 150. То есть, грубо говоря, одно и то же масло 5В40 может вести себя по-разному в разных двигателях. Одно и то же масло одной густоты будет совершенно разной густоты в разных двигателях. Поэтому изменение вязкости при наборе температуры подбирается производителем под каждый двигатель. Если залить более вязкое масло в двигатель, вы прогрели двигатель, но вязкость масла не упала. Конечно, вязкость будет примерно допустимая. Но двигатель будет сильнее греться и охлаждаться. Следовательно, моторесурс двигателя будет короче, он быстрее выйдет из строя. Или если вы, например, резко разгонитесь на подъеме на неподходящем по вязкости масле. Двигатель сильно нагреется, но вязкость масла не снизится. Оно как было вязким, так и останется. Если вязкость масла выше, то двигатель постоянно работает на повышенных температурах. Из-за этого быстрее изнашивается поршневая система. И чем выше температура в двигателе, тем быстрее изнашивается и окисляется само масло. И масло нужно менять чаще из-за этого. Продолжение следует... Поэтому и нельзя заливать в двигатель более вязкое масло, чем указал производитель. Тут еще не только зависит износ деталей двигателя, но и постоянный рабочий диапазон температур двигателя. Поэтому СТО могут вам залить совсем неположенное масло, а потом, когда вы поломаетесь, им будет это выгодно, чтобы вы ремонтировали свой двигатель. Другое дело, когда применяют масло слишком жидкое, низковязкие масла. В обычном двигателе такое масло применять нельзя, оно слишком жидкое. На высоких оборотах, при высоких температурах, такое масло становится слишком жидким. И масляная пленка не остается на стенках цилиндров и поршней. Эффективность смазки такого двигателя снижается, или мотор может даже заклинить. Поэтому лучше уже залить слишком вязкое масло, чем слишком жидкое. Занижать вязкость моторного масла намного опаснее, чем заливать более вязкое масло. Как мы видим, даже такие мелочи, как вязкость масла, влияют на работу всех автомобилей в нашем мире. И по крайней мере, зная, какие-то базовые вещи, как что-то устроено, мы будем готовы к различным непредвиденным ситуациям, связанных с нашим автомобилем. В том числе, мы теперь знаем, зачем нужно более вязкое и менее вязкое масло. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. А с вами были Интересные Факты. А с вами были Интересные Факты. А с вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь, конечно, всегда... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok